всем привет своим канал все для огорода ремонтировал пирамидальный солнечный нагреватель вот вот я накрутил его обратно то есть шланг и все снял нашел течь пришлось вырезать кусок метров 20 наверное вот накрутил но тот раз было 95 метров из 20 метров но здесь метров 70 наверное вот я накрутил вот еще здесь кусок остался потому что крутить уже некогда здесь оборот получается маленький поэтому оставил такую бухту в навал так они это самое накрученные ничего страшного главное здесь вот все будет все ровнял поровнее поровнее дел делал один ряд то есть к чтобы они когда слива чтобы сливалась вода то есть она так вот обратно сливается будет вот то есть на зиму надо обязательно сливать чтобы она не лопнула бывает если вода заставит это останется то шланг может лопнуть не сильно лопнет но там вот трещина будет как вот этот раз это он меня проработал сколько там три месяца и вот что и потом он лопнул там сверху маленькая дырочка была там сверху там такая правда кусочек было я вырезал небольшой наверное насколько метров пять наверное вот и другой там кусок был метров двадцать снизу тоже текла это еще с весны я там вставку вставлял при помощи такой то сразу разрезал 9 течет обрезал кусочек и туда вставлял такую ставочку и вот она держалась вот а лопнула у меня где-то выше где тут здесь выше маленькая такая дырочка маленькая-маленькая она просто вот и вот я смотрю с этого с крышка капает не сильно но капает вот решила здесь снять у нас там папа поднимут а вот под этим фигней под фанерой осы завелись я уже нашатырным спиртом брызгал смысла с этим с посудом моем чтобы их это выгнать вот это к вверх я снял потом это вечером уже смотрю ос нет они видим спать ложатся я ее притащил на крышу это все раскрутил все эти саморезы вот этот шланг пмд шланг снял и все сейчас оденем вертикальную стойку и можно уже тащить его опять на крышу а на крышу же непосредственно уже вот этот бака я все там прикручу ну прикручивать над вечером когда ос нету на вот вы закусает зараза такие твари бы понятно да то есть сделаем основание метр на метр профиль труба 20 на 20 дуга 2 2 10 до 20 стойки обязательно эти ставим вот для чего чтобы когда снег будет валить чтобы это не сломала конструкцию с упором они лучше это же на зиму оставляем эту конструкцию вот и сотом поликарбонатом все это дело и вот здесь вы же такие оставляем лыжи для того чтобы когда вода бежит с крыши чтобы она под низ бежала они полны на фанеру чтобы нам подольше шва фанера не размокла там вот кусочек есть она размокла чуть-чуть видно вода туда бежала когда течь было и немножко сдулась чуть-чуть здесь положено листы железа они это аккумулятор тепла то есть когда воздух нагревается в этом в этом объеме железо горячая как только солнце зашло за тучку железо начинает остаться уже остывать и вот этот самый тепло отдает этому объему воздуха то есть как бы объему воздуха вот понятно да а то я здесь показал вот эти в русские перемен пирамиды не хочу он горчим не палки показываешь а сам там труба ржавой мне показывает как он в подвале что-то варит называется боги работу свою показывает и все а что там у него на даче творится ни хрена ничего не показывает вот понятно да то сейчас вот сейчас что я сейчас но можно покрасить глупой краской видите она иногда синей краской синяя краска дает то что шланг он медленнее не остывает черная она быстро нагревается быстро остывает а вот это голубой или синяя она медленно нагревается и медленно остывает синяя поэтому и красят синий синий цвет но не знаю здесь у них краски нету может быть купить можно есть память по ржавчине но надо просто и что 15 пока она все сегодня ставить не буду наверное завтра поставлю потому что надо покрасить вот эту опять этот шланг покрасить чтобы он высох здесь вот докрасить и железки здесь ведь прожавила она этот стоял пермитальный сочный нагреватель стоял у меня где-то в районе 5-6 лет где-то 5-6 лет он стоял мне вот а в этом году он только потек вот а до этого стоял даже ничего его я воду сливал вода стекал от него хорошо вот но немножко помучился конечно здесь она теперь это пока в этот провод идет в навал вроде с начинаешь делать виток к витку смотришь она блин выше блин опять раскручиваешь только по десять раз круги раскручивать лента надо обязательно чтобы вот эти закрепилась вот этот шланг чтобы закрепить и чтобы но можно делать свободно чтобы если идет расширение там когда жарко то есть немножко делать чтобы посвободнее было здесь вот видите свободно чтобы это но не перетерлась нужно вот свободненько там она как бы получается так не очень держится но не сильно я протянул вот подписывайтесь на мой канал с вами канал все для огорода вода горячая у меня даже сейчас вода горячая вот сейчас кран открою вода будет горячая здесь у меня горячая вода вот вот уже вот кипяток идет да что хотел сказать можно если у вас нет поликарбоната нет возможности можно накрыть пленкой обычной берете толстую пленку не разрезаю она двойная такая и накрываете то же самое будет нагреваться эта вода до кипятка единственное что пленка максимум два-три года она потом начинает крошиться поликарбонат его ну там написано гарантии 10 лет на нем вот я здесь даже не снял эту пленку вот написано гарантии 10 лет да что хотел сказать поликарбонат можно ставить как написано вертикально ставить но если вас как карбан поликарбоната нету можно и горизонтально поставить ничего страшного нет потом если что можно поменять бака ты сначала но принципе он легко становится главное вот эти саморезики купить вот они на 19 вот эти саморезики атаки они бывают цветные цветные не дороже стоит вот эти оцинкованные они дешевле стоит вот и вот это здесь при шабе сверло можно обычными саморезами вот доска нужно для того чтобы вот это вот когда чтобы поликарбонат не не разрывала здесь видят это моя самая вторая разработка там я 3 еще лучше этом делаю я делаю между этим стойками тут доску она уже плотно а здесь вот чуть-чуть слофану на накидал туда вот воткнул чтобы это воздух чтобы не приходил можно пеной за за пене за пене здесь все понятно делаете вы я хотел соседу там одному предложить они меня берут у нас ездит обогреватель такой но накопительный но даже это посуду не моем воды нам не хватает какой давайте он сделает недорого да нет он туда-сюда у них все они такие жадненькие знаете возьмешь их магазин магазин церезин ну ладно хрен с ними короче не захотели они такой фигню сделать я им говорю уж бесплатным делаю только материал купить все равно на хрена будут бесплатно делать здесь это уже потерял три часа наверно вот этот натягиваю это крутил эту фигню этот сад стал на нас будет то стоит то с этой здесь вдвоем надо один чтобы раскручивать рукой за это это фигня дело у меня еще три каркаса таких вот есть поэтому только нет фанеры вот на эту фанеру можно купить принципе вот так каркас готова есть спасибо за просмотр с вами канал все для огорода подписывайтесь если надо могу каркасу продать от правду здесь мне каркас есть вот каркас вот готовый вот каркас средней точкой у меня там то без средней точки вот каркас вот за 10 тысяч продам почты отправлю ну чё здесь разберу ее замотаю в бумагу до отправлю здесь кому надо здесь уже все сделано просто здесь можно даже фанеру класть вот кусками там каким-то меня не целиковая а куску кусочка там и все здесь все просверлено на свозь вот здесь вот брусок крепится такой деревянный все это на она уже на сверлено только смотрят купить поликарбонат до фанеру и этот пмз шланг и все то есть есть вот один каркас вот я 2 там соседки делала начата вроде давай делая когда сделал вроде на не надо вот ну ладно подписывайтесь на мой канал короче я весь размазался в этой краски то есть здесь она же краска уже за семь за пять лет она уже осыпется и это пачкается вот подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить следующие видео всем пока пока это мой пирамидальный солнечный игроки почему пирамидальный потому что из он наворачивается этот шланг на пирамиду видеть вот так вот как пирамидной круглой получается всем пока пока с вами канал все для огорода